Добрый день, дорогие наши телезрители! В прямом эфире телеканала Своё ТВ, Ставропольский край, проект «Полезная программа». Да, друзья, такая программа в жизни точно пригодится, ведь мы обсуждаем самые различные темы, которые встречаются в нашей с вами жизни. Это напиток, с которого многие люди привыкли начинать новый день, согреваться им в дождливые дни и обретать прохладу в летнюю жару. Это чай. Другими словами, чай действительно напиток универсальный. Налейте чашечку вкусного чая, присаживайтесь поудобнее. Сегодняшний выпуск «Чайный». Сегодня в студии «Полезная программа» мы проведем настоящую чайную церемонию. Какой чай лучше, спросим у специалиста в студии. Расскажем рецепт фруктового чая. Нам нужно будет взять ягодки, которые мы выбираем. Отметим, какую пользу для организма приносит чёрный чай с лимоном. Чай чёрный является тонизирующим напитком, а витамин С ещё более усиливает этот эффект. И разберёмся, как правильно готовить травяной чай, кому он будет полезен и какие травы растут именно в Ставропольском крае. Ароматный, вкусный, полезный чайный выпуск начинаем прямо сейчас. Ну что же, а начнём полезную программу с того, как чаепитие сделать необычным. Все мы знаем, что Китай представляет собой страну с древними обычаями, которые передаются из поколения в поколение. Одна из национальных традиций – это китайская чайная церемония. Это не просто процедура употребления чая, она включает строгую последовательность определённых действий. Церемония таит в себе глубокий смысл и дарит наслаждение от чайного напитка. Научимся пить чай красиво, используя вместе с нашим гостем у нас в студии «Чайный мастер» Владислав Павленко. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что уделили время. Очень рад. Пришли к нам в эфир. Очень приятно видеть вас в нашей уютной студии. Надеемся, вам тут нравится. Да, очень здорово. Спасибо, всё взаимно. Но перед беседой, Владислав, отмечу, уважаемые наши телезрители, вы тоже можете принять участие в эфире. Если есть какие-то вопросы, а может быть какие-то чайные советы, обязательно звоните нам в прямой эфир. Номер телефона 8-8652-333-020. Либо пишите в WhatsApp номер телефона 8-928-360-76-00. Ждём. Всегда рады пообщаться с нашими телезрителями. Скажите, сначала спрошу лично, а вот когда вы от обычного чая, который вот так вот в кружечке заварили, там пакетик помакали, перешли вот к такому, к национальному, китайскому, с обычаями и так далее? Вы знаете, я сокращу рассказ, потому что история достаточно длинная, но банальная до безобразия. Я проходил мимо, когда открывался чайный клуб у нас в городе, проходил мимо, видел набор сотрудников, при этом не видел вообще ничего до этого, то есть китайский чай не знал, не пробовал, и вот как-то что-то щёлкнуло в голове, а может быть что-то интересное, а может быть стоит окунуться, попробовать. Ну, пробую до сих пор, как говорится, уже больше четырёх лет. Проходили там различные мастер-классы, это же целая наука, да? Ну, то есть это было прям и обучение, и различные мастер-классы, и, скажем так, общение с носителями, и общение, и различные, скажем так, мастер-классы, если это можно так назвать, чайные школы это у нас называется, с большими основателями крупных компаний наших, российских, которые также занимаются и китайским чаем, и, скажем так, передают нам вот этот опыт китайских чайпитий, китайских чайных церемоний, поэтому, ну да, действительно большая наука, действительно учиться есть ещё куда, и я думаю, что там, в принципе, нескончаемая такая история, которая всегда, всегда, всегда и дальше, и дальше развивается, и я думаю, что будет ещё развиваться много-много лет. Не скончаемый поток информации, я правильно понимаю, что вот это вот как раз-таки какой-то специальный чай, давайте вот перейдём, покажем нашим телезрителям, собственно, вот он, да? Да, всё верно. Что это за чай? Это тигуанин, переводится дословно как железная бодхисатва, это один из представителей улунов, у нас в России понимают очень часто под этим словом молочный улун, который искусственно ароматизирован, нет, это натуральный чай, без ароматизаторов, без добавок, который произрастает на юге Фудзиане, и, скажем, является, ну, таким классическим и аутентичным чаем, представителем конкретно этой провинции, вернее, кусочка провинции Фудзиане. Вот, поэтому один из самых известных чаёв где-то даже, если так можно сказать, попсовых вариантов чая, но в то же время очень интересный, очень яркий, очень приятный, в такой летний зной, очень действительно приятный чай. Ну, давайте сначала вот как правильно его заваривать, а потом как правильно употреблять. Начнём с первого. Хорошо. Смотрите, у нас стандартный, скажем так, стандартный набор посуды для чаепития, то есть это стандартный, у них подразделяется на несколько видов церемоний, то есть я тоже так сильно углубляться не буду, так вкратце расскажу, что есть церемония пинча, это пробование чая. То есть не дегустация, а именно пробование чая дословно это переводится. И, собственно, мы с вами сегодня именно такую церемонию проведём, то есть мы с вами продегустируем, попробуем чаёк, буквально несколько проливов, и это вот такой стандартный, минималистичный именно набор для этого действия. Если это церемония гунфуча, то это дословно переводится как искусство чая, искусство чаепития и так далее, там уже немножечко другая посуда представлена. То есть, ну, какие-то предметы есть, похоже, но в целом это прям мастерство. А вот в этой гунфуча, там тоже вот такие маленькие типа пиалочки, кружечки? Там даже есть такие штуки, так называемые чайные пары, да, из них мы пьём, действительно, да, там чайные пары. То есть там помимо вот этой вот нижней части, из которой мы употребляем чай, именно дегустируем, есть ещё верхняя часть, из которой мы активно прослушиваем аромат. То есть всё вкупе, все эти факторы дают вот эту ту самую атмосферу, тот самый вайп именно чайной церемонии, чтобы полностью прочувствовать чай. Ну, о размере мы поговорим, когда уже тут будет жидкость, вот именно этих чашечек, как правильно заваривать, в какую посуду правильно? Она должна быть какая-то специально керамическая или вот именно стеклянная? Есть какие-то такие особенности? Ну, на самом деле особенностей много. Вообще, изначально у нас с вами представлена чайная доска, на которой, в принципе, вся эта утварь расположена. То есть так должно и быть. Да, мы туда собираем излишки чайного настоя, водички и так далее. Здесь есть поддончик, который это всё красиво и эстетично собирает, чтобы мы не бегали и лишних движений не совершали, потому что церемония предполагает спокойствие полное. С завариванием. Я сегодня принёс аутентичный сосуд для заваривания чая, который называется гайванью. Или чашка с крышкой, да, всё верно. Это вот этот замечательный девайс, который является, по сути, альтернативой чайнику в нашем привычном понимании для заваривания чая сосуд. Здесь мы будем заваривать, соответственно, вот этот замечательный девайс, который называется чахай или гундоубэй, по-другому. Это чаша справедливости, давайте так оставим. То есть это, по сути, посредник между гайванью, либо любым другим сосудом для заваривания и нашими пиалочками. Ну вот можно выбирать, да, в общем? Нет, смотрите, я хотел это более наглядно показать тогда, когда мы уже будем пить чай, но покажу так на примере. То есть мы проливаем вот сюда чаёк готовый, и вот здесь остаётся сырьё, а вот здесь остаётся уже готовый напиток, который мы заварили. И отсюда, соответственно, мы будем проливать уже по пиалочкам и дегустировать. Он нужен для чего? Для того, чтобы у нас был сбалансированный чайный настой для всех участников чаепития. Потому что в противном случае за несколько секунд, за счёт, скажем так, соотношения громовок чая, больших и маленьких относительно объёмов сосудов для заваривания, у нас просто даже за несколько секунд чай успевает перезавариться. И, к сожалению, просто у первого участника чаепития будет самый ненасыщенный чай, у самого последнего, к сожалению, будет самый перезаваренный. Ну, собственно, логично, да. Давайте заваривать, да? Сейчас я принесу нам. Пока иду за водичкой, скажите, пожалуйста, а вода тоже какая-то должна быть специальная? Ну вот мы взяли из кулера. Ну, обычно, вообще ещё Лую в своём писании, в чайном трактате, так называемом, писал о том, что самая лучшая вода, и вообще, в принципе, вода для чая – это 80% успеха. То есть вода должна быть действительно родниковая, как он говорил, то есть родниковую воду лучше использовать, и при том родниковую воду не из стоячего какого-то водоёма, да, а из конкретно бьющего ключом на родника. Вот, но в наше время, сами понимаете, что родниковая вода – это достаточно такой, в плане добычи, сложный процесс всё-таки, да, поэтому мы стараемся использовать бутилированную воду. А почему вы туда чайники не кинули? А вот подождите буквально секундочку, мы для начала прогреваем посуду. Прогреваем? Конечно. В остывшей посуде, вообще, в принципе, в холодной посуде не принято заваривать чаю. Я вам предложу взять чахэ в руки, чайная коробочка, вы зажимаете в ладошечках и слушаете аромат. То есть вы знакомитесь тем самым с чаем. Знаете, вот когда в горы хожу, и когда дождь в горах идёт, вот мне почему-то мокрое, чем-то мокрым отдаёт, оттенки мокрой травы какой-то. На самом деле, вот эти ассоциации в плане аромата от чая, это очень такая специфическая штука. И чтобы вы или я не сказал, или кто-то из, скажем так, других людей, каждый будет прав. В любом случае, потому что каждый по-своему воспринимает ароматы, вкус. А пока вы вот там дальше продолжайте, предлагаю пообщаться с нашим телезрителем, познакомиться. Конечно. И вводим его в эфир. Добрый день, как слышно нас? Да, здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Полина. Полиночка, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы к нам с советом или с каким-то вопросом? Я с вопросом. Какой? Какие чайные церемонии существуют? И вот если я хочу пройти какую-то чайную тусовку такую, что можете посоветовать мне? Ну вот такой вопрос от молодёжи. Спасибо большое за вопрос, очень интересный. Вот помимо, скажем так, такой китайской церемонии, да в принципе, какой-то вечер, торжество, тусовка, вот как девушка, да, телезритель наша. Что можете, что предложите? Ну вообще, чай – это очень хороший инструмент. То есть инструмент, в принципе, для общения, для переговоров, для тусовок, для различных мероприятий. И, скажем так, никто не отменял тот факт возможности заваривания чая так, как мы привыкли в России, длительным настаиванием. Но всё-таки тут мы должны понимать, что если мы пьём чай параливом, мы его полностью раскрываем вкусоароматическую палитру и так далее. Если же мы пьём чай настаиванием, то мы тогда забываем обо всей вкусоароматической палитре, и у нас получается хороший, сбалансированный, один единый объём вкусного, хорошего чая. Главное, чтобы изначально сырьё было хорошим. Поэтому что я могу предложить от себя? Это, если большое количество людей, либо метод классической китайской варки, это отличается от того, что мы с вами сегодня будем делать и то, как мы с вами будем пить чаёк. То есть это когда на открытом огне, в нашем случае это горелочка, как правило, получается один готовый, сбалансированный, как я уже сказал, объём чая. И разливается. И разливается по пялочкам, да. Либо же стандартный для России метод настаивания, но сразу оговорюсь, что тут стоит забыть о ярких изменениях в ароматической структуре чая, во вкусовых и даже в состоянии от конкретного чая, который мы подбираем на компанию. Вот такой вот ответ. Пока мы знакомились с нашей телезрительницей, вы зачем-то воду вылили туда? Всё верно. Как я уже сказал, это такой своего рода собирательный сосуд, то есть вся водичка и все излишки воды и чайного настоя какого-то ненужного мы все сливаем, соответственно, в досочку, чтобы это было эстетично, красиво. А вы вот практически не даёте время ему постоять. Это правильно, что совсем чуть-чуть? А больше нельзя? Если мы будем больше с вами настаивать, это уже будет называться, скажем так, настаиванием, либо длительным проливом. Так, как правило, длительными проливами пьют чай в Японии. И, собственно, настаиванием пьют у нас в стране. То есть за счёт громовки большой, здесь 10 граммов чая на маленький объём гайване, где-то примерно 123-123 миллилитров, наверное. Это чуть-чуть даже уже перебор, я вам так скажу, потому что стандартная громовка где-то 4-5 грамма чая на 100 миллилитров объёма. Ну, я решил сегодня нам чуть-чуть больше, так чтобы прям раскрыть сингом вкусу. Вот, поэтому держать не стоит, потому что он просто перезаварится, и мы с вами не то, что ничего не поймём, он будет просто горький и невкусный, и нет в этом смысла. Можно уже пробовать? Конечно, я вам предложу попробовать продегустировать чаёк. Кстати, запах уже другой. Вот, это очень правильно, очень здорово, что вы это заметили, потому что аромат, прошу прощения, аромат сухого чая, аромат пропаренного чая, когда вот в толстых стенах гайвань или чайничка, когда он немножечко соприкасается с температурой, и аромат уже готового напитка, то, что мы пьём и то, что мы дегустируем, это совершенно три разные аромата. И если мы это понимаем, то это как минимум говорит о том, что, на основном, скажу, не запятые рецепторы носа и аромат. И наверняка каждый вот какой-то свой аромат почувствует. Я предлагаю немножечко прерваться, прервать нашу беседу, да, небольшой видеофрагмент. Особенным, с каким-то невероятным вкусом и запахом получается чай на костре. Сейчас, если у вас есть частный дом, дачка, либо на природе, обязательно такое сделайте, ведь удовольствие начинайте получать ещё с момента приготовления. Рецепт в эфире полезной программы. Всем привет, меня зовут Василиса, и я хочу вам рассказать об одной традиции нашей семьи. Мы очень часто путешествуем, и бывает, ну, как бывает, почти все всегда, мы путешествуем в палатках. Ну, это так, особая романтика, что ли. И такой ритуал для нашей семьи – это чай на костре вечерочком, вот, костёр, сфилёчком, попеть песенки под гитару, ну, это же просто. Мы берём самый старый чайник с собой, он уже такой, знаете, обугленный, делаем костёр шалашком, ставим этот чайник, вешаем, точнее. И всю траву, которая есть, встаём в этот чай. Ну, конечно же, чёрный чай мы берём за основу, а уже, сходив в лес, пособирав лисе зимы, яички там и других ягод, мы всё кладём туда, заваливаем и пьём, наслаждаемся. Прекрасный чай, ещё и с таким прекрасным видом. Вы пробовали чай на костре? Ну, да, конечно. Отличается, вот, прям, значительно, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, тут, опять же, какое мы сырьё берём изначально? И плюс ко всему, костёр, он всегда добавляет своих красок, согласитесь, это хоть любой напиток, еда, приготовленная на костре, это, естественно, своя какая-то атмосфера и такая своя нотка интересная. И тут это даже несравнимая вещь, наверное. Вот есть такие люди, у которых, я не знаю, как вот традиция, берём чай, там, и кружочки, либо вот пиалочки такие, и добавляют туда либо сахар, либо мёд, но чаще всего сахар, вот есть такие, да, прожжённые, скажем, чайманы. В такой чай можно добавлять? Опять же, в Китае не принято вообще ничего добавлять ни в чай, ни к чаю употреблять, скажем так, в качестве закуски какой-то, потому что для них это самодостаточный продукт. То есть для них это отдельный приём пищи, употребление чая. У нас же в России, скажем так, немножко иное понимание этого всего, и тут я всегда очень лояльно, наверное, подхожу к этому вопросу, что мы хотим добиться от чая в конечном итоге. Если мы хотим полностью прочувствовать вкусо-ароматическую палитру его, прочувствовать какое-то состояние от чая, оздоровиться даже где-то, хотя я всегда подхожу очень скетически к этому отношению, там, оздоровление от чая, то есть оно имеет место быть, но я просто стараюсь об этом много не говорить. Тогда же, конечно, лучше ничего не добавлять и употреблять в чистом виде, конечно, это будет более правильно, более чисто. Вот, если же мы просто хотим, прошу прощения, с утра запить бутербродик, то, ну, пожалуйста, это ваш выбор, можно добавить и сахар. Но, естественно, я всегда за первый вариант, то есть чтобы напиток был чистым, чтобы можно было употреблять его без каких-либо дополнений. Потому что он самодостаточный сам по себе. А скажите, пожалуйста, ну да, тоже, только честно, вот дома вы как часто проводите вот такую церемонию? Не просто заварить и ходить с кружечкой, да, там, либо утречком, когда на работу собираешься, либо вечером, там, домашние дела, да, делаешь, либо, ну, просто сидя за семейным столом в кругу семьи. Вот часто ли вы такое проводите? Ну, достаточно часто, потому что, ну, я больше все-таки практикую варку, потому что часто собираются гости, большая семья, и чтобы напоить большое количество людей, как я уже рассказывал, стандартная классическая варка китайского чая, соответственно, она спасает в этом плане. И все-таки там немножечко, повторюсь, видоизмененная, то есть не совсем такая церемония, но вполне себе, которая тоже имеет место бытия, которая сама по себе тоже очень интересна и красива визуальна. Наверное, все-таки больше такой вариант. Ну, конечно, метод пролива и та самая церемония пинча, которую мы с вами сегодня постигаем, наверное, можно так сказать, она тоже не чужда для моего дома, естественно, мы тоже проводим, но гораздо реже, потому что... Ну, и в завершение, знаете, я бы отметила, вот все-таки я бы вот лично пиалочку эту чуть-чуть больше сделала, потому что вот это постоянно заваривать, наливать, хотя в этом, наверное, есть тоже свой какой-то определенный шарм. Это, наверное, ну, как сейчас модно говорить, медитация своего рода. То есть... Расслабиться. Да, это маневр маленькими предметами. Вы каждый раз проливаете, вы чувствуете, по сути, напиток, как он видоизменяется. И в этом есть, правильно, как вы сказали, свой шарм. Ой, можно я покажу, как... Да, пожалуйста. А, вы налили вот все эти чаинки, которые были маленькие-маленькие, они раскрылись и получились прям такие большие полноценные листочки. Это тут тоже... То есть это даже еще не листочки, по сути, ну, они еще не раскрылись до конца. Да, то есть я думаю, что к следующему проливу они, возможно, раскроются полностью. Какие-то открылись, какие-то еще не до конца. Ну, здорово. Я благодарю вас за беседу, за действительно полезные советы. И кому, вот, как говорится, наскучал вот этот вот чай обычный, ну, либо у кого компания классная есть, а почему бы такое не провести? Мне кажется, очень круто, полезно, тонизирует. Спасибо вам большое, уважаемые наши друзья. Спасибо вам, что пригласили. Я еще раз хочу представить нашего гостя. Это чайный мастер, прекрасный чайный мастер Владислав Павленко. Спасибо вам, желаю хорошего дня. Спасибо огромное, вам тоже взаимно. Спасибо, что позвали. Спасибо большое. Ну, что же, дорогие друзья, заслуживать внимания в сегодняшней программе и фруктовый чай. Это напиток, эффективно утоляющий жажду, особенно в жару. Однако полезен для организма лишь натуральный напиток без искусственных ароматизаторов. Рецепт приготовления от наших телезрителей. Всем привет, меня зовут Настя, и сегодня я хочу вам рассказать рецепт фруктового чая. Как раз сейчас лето, и самое время питаться правильно, покупать только натуральные продукты, и, конечно же, делать из них какие-нибудь классные коктейли, чаи, каши, салаты, вообще все-все-все, что можно сделать с фруктами, ягами, обязательно пробуйте, делайте. Это все очень легко и очень полезно. Ну, а сегодня мы поговорим о фруктовом чае. На самом деле, чтобы приготовить фруктовый чай, вам не нужен чай, вот как мы его понимаем в привычном слове, чай нам не нужен вообще. То есть для того, чтобы сделать это фруктовое полезное, нам нужны обычные фрукты, вода и что-то сладкое, например, сахар или мед. Лучше всего использовать мед, потому что он более натуральный и полезный. Для приготовления фруктового чая мне понадобится мед, а также ягоды или фрукты. Ягоды можно использовать абсолютно любые, можно использовать малину, клубнику, можно использовать как свежий, так и заморозенный. Вот все на ваш вкус, как вы захотите. Для того, чтобы нам приготовить фруктовый чай, нам нужно будет взять ягодки, которые мы выбираем. Далее мы делаем из них фруктовое пюре и добавляем туда мед. Из ягод нас должно получиться пюре. Я его приготовила своими двумя способами, просто измельчила его вилочкой, но можно использовать и блендер. Высыпаю я все это в стакан, вот так вот на донышко. И далее мы туда отправляем еще 3-4 ложки меда, но это все на ваш вкус. Можно меньше, можно больше, главное, чтобы это сочеталось по пропорции. Так, а глимет у меня на донышке можно сделать чуть больше, тогда он будет более насыщенный и сладкий. И далее я это заливаю горячей водой, примерно 70-80 градусов. Перемешиваем. И все это оставляем примерно на 10 минут настояться. Также накрываем крышечкой обязательно. Как-нибудь вот так. Как видите, фруктовый чай можно приготовить очень просто. Из ваших любимых ингредиентов готовится он буквально за 5 минут, но и 10 мы ждем. Надеюсь, вам понравился мой рецепт и спасибо всем за внимание. Ну что же, продолжаем полезную программу. Согласитесь, все популярнее и популярнее становится чай с какими-то травами. Да, никто не сомневается в пользе обычного чая, но порой хочется чего-то помимо черного или зеленого. К примеру, травяной чай. Как такой чай заваривать и сохранить максимум полезных веществ? О травах, их разнообразии, о хранении, кому пить, а кому лучше не стоит употреблять травяной чай, расскажет наш гость. Фито-оздоровитель Наталья Вензина. Добрый день. Здравствуйте. Наталья, благодарю, что пришли к нам в студию. Тема на самом деле очень интересная, важная. Но прежде чем как начнем нашу беседу, снова обращусь к нашим телезрителям. С удовольствием напомню, что дорогие друзья, вы тоже можете принять участие в эфире. Если есть какой-то чайно-травяной вопрос, а может быть совет, обязательно звоните в прямой эфир. 333-020 номер. Либо пишите в WhatsApp 8 928 360 76 00. И мы с удовольствием пообщаемся. Скажите, пожалуйста, ну все мы знаем наш Ставропольский край. Он, наверное, богат травами, да? Вот какие травы растут именно в нашем регионе и, может быть, там, в соседних республиках? Такие самые-самые популярные, какие травки можно собирать? Вообще, как бы, что наш регион, что рядом с нами очень богатые действительно травами, как вы сказали. И, в принципе, у нас они почти одинаковые, да? То есть у нас можно встретить чебрец на Ставропольском крае. Также можно чебрец встретить и в той же Крачево-Черкесии. Это самый популярный, да, чебрец? Да, чебрец такая трава, которую все знают. Ромашка также аптечная наша. Она тут тоже растет и у нас, также рядом с нами. Также у нас береза. Конечно, не такие березовые рощи, как в Москве, но все равно у нас есть береза. И ее также можно брать на травяные сборы. Помимо березы у нас еще растут рябина черноплодная, как я уже сказала, калина. Также можно собирать у нас бузина. Бузина черная, то есть это особо обратить внимание. Вот, собственно говоря, что у нас еще растет. У нас шиповник. В наших степях ставропольских очень много шиповника. Кстати, мы тоже с родителями часто встречаем вкусы шиповника. Да, вот его можно собирать. Правда, его собирать, он же остренький. Но он колючий, да, как бы по-латински роза, шиповник. А вот пик по времени, когда траву собирают? Конец лета, начало осенью? Все по-разному. Если мы собираем, допустим, траву, то есть это трава, все, что от земли растет, то мы ее собираем, это вот с июня и, в принципе, до конца августа. Чабрец, конечно, его можно чуть раньше, с мая вот собирать и также до конца августа. Все, что у нас плодово-ягодное, шиповник, рябина, бузина, калина, оно все собирается уже в август, август-сентябрь. Ну, шиповник вот уже сентябрь, ближе этот месяц. А скажите, пожалуйста, а вы, вот, в вашей семье чаще пьют травяной чай, либо вот стандартный? Ну, так как я фитоздоровитель, да, я стараюсь для своей семьи заваривать травяные чаи. Просто как бы такие, которые можно каждый день. То есть это тот же чабрец, иван-чай, очень популярен сейчас, да. Ромашку сочетать, иногда саган-даля, но он у нас не растет, поэтому это уже то, что привезено. Но также, конечно, я могу и заварить зеленый чай, допустим, я люблю зеленый чай. Остальные как-то у меня больше черный. Ну, а так, что я заварю твой. По классике. Да. Предлагаю сейчас как раз-таки заварить чайочек. Пройдем на нашу интерактивную зону, где как раз-таки можно это сделать. Но сначала предлагаю вообще рассказать. Вот подходите ближе, что представлено. Что, о чем мы сегодня можем проходить. Так, ну, здесь, собственно говоря, я хочу показать все, что здесь находится. Оно растет у нас, растет рядом со Ставропольским краем. Начнем, пожалуй, с боярышника. То есть очень хорошая ягода. Вот такая. Вот так вот покажем нашим телезрителям, чтобы можно было посмотреть. У боярышника, собственно говоря, у него все можно брать. В пользу цветы. Когда у нас весной цветут цветы, мы их собираем и, собственно говоря, сразу перерабатываем, сушим. Ну вот как мы с вами, когда общались перед эфиром, вообще фитооздоровитель, это очень серьезная, скажем так, специальность, на которой тоже долго учатся и соприкасается с медициной в том числе. Это я к чему? Вот именно вот боярышник, к примеру, для здоровья. То есть боярышник – это кладезь для сердечно-сосудистой системы. Все проблемы с сердцем, все проблемы с сосудами. Если нервы шалят, это все боярышник, да. Да, и польза боярышника, и плюс еще не сравненный с тем, что в отличие от остальных трав, боярышник, его можно пить не прерываясь. То есть обычно, если мы пьем сборы, мы пропили, сделали перерыв. Здесь же мы можем на протяжении всей жизни его пить. То есть у кого вот проблемы с сердцем. Так, это одно. Пошли дальше. Дальше здесь калина. То есть калина, которая у нас осенью. Прям калина запахла. Это сухие ягоды, очень вкусные. Калина, она также у нас сердечно-сосудистая система. Помимо этого, она еще поддерживает иммунитет. То есть в период осенний можно прям брать ягоды калины, перетирать их свежие или с медом, или с сахаром и хранить в холодильнике. Наталья, а мне подсказывают, что у нас есть звоночек. Давайте познакомимся с нашим телезрителем, немного прервемся. Ну, конечно. Добрый день, как слышно нас? Здравствуйте, хорошо слышно. Как зовут вас? Меня зовут Вика. Вика, с советом, с вопросом к нам сегодня в студию. Я с вопросом. Вот хотела бы узнать, подскажите, пожалуйста, а сколько можно хранить чай вот в заварнике, уже в заваренном виде? Спасибо. Спасибо большое. Но тут я, наверное, немножечко дополню. Давайте так, разделим. Сколько можно хранить чай вот в таком виде, и сколько можно будет хранить чай уже в заваренном виде? Так, ну, давайте начнем тогда с сухого сырья. Сухое сырье желательно, во-первых, хранить вот в таком состоянии, как оно у нас. То есть оно не измельченное, оно целое. И желательно его хранить в банках. То есть такие плотно закручиваются банки, просто потому что, если мы будем хранить сырье, как сейчас некоторые холщовые мешочки, там, картонные коробки, это все ведет к потере лечебных свойств, потому что польза трав в чем в составе? Химические вещества. Если мы их храним открыто, эфирные, допустим, масла, они у нас очень нестабильные, они уходят. Та же мята, вот, допустим. Это все, конечно, симпатично, вот, как вы отметили в мешочке. Ну, красиво, знаете, повесил там, либо стоит где-то в уголочке, но лучше вот... Ну, баночки тоже красиво, то есть подобрать и хранить, как бы нам не хотелось поставить их на полочку, чтобы любовались гости, но желательно все-таки в закрытых шкафчиках, чтобы не попадал ни солнечный свет, ни тепло, потому что так же все те же химвещества, которые очень этого не любят. Ну, температура, значение... В принципе, нет. Главное, чтобы... Нет, главное просто, чтобы оно около печки, там, вот такого, или под солнечными лучами, то есть вот это не надо. А если в квартире, в доме тепло, ничего страшного. Ну, и, соответственно, вопрос от телезрителей, вот, да, понятно, сейчас чайничек пустой, вот мы его заварили, все, у нас тут травы, он настоялся, сколько можно хранить? Знаете, как вот чай заварят и ходят там день-два, и вот это вот ему попивают и так далее. Сколько вообще положено? Смотря какое, конечно, если вообще, как бы, я бы не советовала ни черный, ни зеленый, ни травяные. Конечно, черный и зеленый за счет содержания кофеина, а черный танина, они продержатся еще ночь, как говорится, утром. Но вся проблема в том, что микроорганизмы, они тоже чай любят и очень активно начинают его поглощать и вредить. Поэтому в среднем, если мы оставляем на ночь, на столе, то так делать не надо просто. Если вы хотите, как говорится, попить, лучше уберите в холодильник. По фармакопее, скажем так, в среднем мы храним два дня. Двое суток травяной настой. Но лучше так не делать и каждый раз заваривать свежий. На крайний случай вы можете утром что-то заварить и в течение дня это выпить. Тогда будет нормально. Ну давайте начнем заваривать наш сегодняшний чай. Что мы будем делать? Давайте мы, наверное, с вами сделаем общий укрепляющий сбор, потому что сейчас так прохладненько, очень хорошая вещь. Живительно, да? Вот так вот мы... Да, то есть... Что будем добавлять, рассказывать? Мы возьмем рябина черноплодная, арония. Она у нас обладает... То есть мы сейчас с вами так сделаем, чуть-чуть перевозь. Мы засыпем ягоды, потому что ягоды, чтобы они нам дали пользу, мы должны их сначала, чтобы они чуть-чуть постояли. Мы засыпали рябину, сейчас боярышник. То есть чуть-чуть боярышника. И, в принципе, калина у нас. Вот калина. А пока мы готовим, я попрошу к нам в студию принести две чашечки, чтобы мы сразу и попробовали, да? Сейчас можно залить. Угу, давайте. Чтобы оно это, да, подкрыли. Сколько воды приблизительно? Чтобы она закрывала, да? Да, чтобы закрывала. То есть она у нас сейчас должна... Вообще, как бы, вот все такое, что у нас ягоды, корни. Ну, ладно, корни. Ягоды, да. Мы желательно их отваривать, то есть делать отвар. Если по уму. Ну, так как у нас чай, то есть у нас больше удовольствия и чуть-чуть пользы. Мы их поставили. Это надо запустить крышкой, да? Оно настоялось. Чуть-чуть настоялось. Хорошо. Ягодки, значит, вниз. То есть если вы дома делаете, можно еще это дело укутать полотенчиком. Полотенчиком, да, какое-то, да. Сильнее. Или же можно засыпать в термос. Кстати, самый хороший вариант. На ночь насыпать в термос, утром залить травой, допустим. Угу. И вот у нас рябина здесь. Рябина, она очень хорошая для сердечно-сосудистой системы, но чуть противопоказание гипотоникам с ней быть осторожно, потому что она может уронить давление. Если у человека давление, как говорится, в норме, то, как ни странно, она не влияет, то есть не понижает. Потом у нас здесь калина. Калина, как я уже сказала, это от простуд. И боярышник для сердца. А так, к примеру, чебрец мы можем сюда добавить? Либо вот это и есть наш чай? Нет, мы сейчас добавим чебрец. То есть, да. Можно будет? Да, давайте чебрец. В принципе, и можем ромашку также. Чебрец и ромашка. А чебрец, он у нас очень сильное отхаркивающее средство за счёт содержания тимола. То есть, это химическое вещество. Поэтому, если вас беспокоит влажный кашель, чебрец помогает. Также чебрец и ромашку их можно детям. Но всё в меру. То есть, свои дозировки должны быть. Вы мне только говорите, когда стопа. Да, всё, хватит, хватит. Достаточно? А то у нас прям... И ромашка, да. Ромашка, да, очень также хорошая. Ромашка вообще, она у нас универсальная. Да, можно её не жалеть. Всё, тогда. Ромашка, она универсальна тем, что она и для нервной системы успокоит, она для желудочно-кишечного тракта. Если есть какие-то непонятки там, да, заливаем. То... Если есть какие-то непонятки с нервной системой, то вот ромашка, тибрец, самое то, да? Да, они будут друг друга дополнять. То есть, есть такое понятие, синергия, это когда травы взаимо усиливают друг друга. Вот у нас здесь это как раз таки и есть. Ромашку тоже можно детям, в принципе. В любой непонятной ситуации. Даже есть в аптеках, да, вот какие-то травяные, именно ромашковые настои для девочек? Именно настои. Ну, вот трава, вот знаете, продаются в коробочках. А, ну, фильтр-пакеты вот эти. Вообще, как бы, аптечные препараты, такая вещь, что, ну, как бы, если вы рассчитываете пользу, то там её не будет. Конечно, разные бывают производители, но, во-первых, в этих пакетиках там сырьё очень измельчённое. А раз у нас очень измельчённое, оно уже, как бы, всё, часть своих, своей пользы оно потеряет. Поэтому, по-хорошему, лучше возьмите ромашку тоже, хотя бы, тут она у меня такая вот. У нас в фильтр-пакетах вообще она ещё меньше. А сколько вот по времени должно завариваться? Я пока за кружечками схожу, расскажите. Да, смотря вообще, что мы хотим от сбора. Если мы делаем лечебный сбор, да, именно вот у нас есть какое-то заболевание, там, допустим, бессонница, и мы хотим спать, но не можем. Ну, там и определённая дозировка берётся. Если мы хотим просто, у нас ещё не бессонница, но что-то нас беспокоит. Чуть расслабиться, да, после работы, да. В принципе, минут 7. Завариваем, и можно спокойно пить. То есть вот этот чай, его лучше пить после обеда, потому что если выпьем с утра, нас может потянуть сон. А вот после обеда, вечером и перед сном это будет самое то. Ну, к сожалению, наш эфир не рассчитан на такое время, поэтому я предлагаю вот попробовать хотя бы, что у нас получилось. Если вы не против, хорошо? Да, уже можно наливать. То есть, в любом случае, чебрец с ромашкой. Ромашка, она вот сразу даёт цвет. Да, кстати, такой зелёненький, необычный цвет. О, это вам. А пить прям горячим-горячим нужно? И опять же, кому как удобно, да, наверное? Кому как удобно. Можно, в принципе, разбавлять. А кто-то вообще холодный пьёт? А травы все эти? Холодный, ну, как бы, холодный, есть определенные травы, которые мы завариваем холодной водой. Ну, как завариваем, заливаем. То есть, типа, лекарственные вот такие, где содержатся слизи, которые нам не надо разрушать, то есть кипяток их разрушат. Если холодный чай, можем делать как лимонад. То есть, хорошо будет это, мы добавляем там лимонный сок, вишнёвый сок, газировки. То есть, в принципе, мы технически можем добавить вот только чабрец и мяту, взять газированную воду, развести и добавить сока по усмотрению. То есть, в принципе, это будет сейчас летний вариант, оно будет у нас холодное, и в жару будет самое то. Знаете, мне так нравятся все чай, которые мы сегодня попробовали в этой студии, ну, главное, которые я попробовала в этой студии, потому что вы там, а вы пробуете пока. Ну, да. Потому что вот нет никаких добавок, вот, сахар, мёд, что всё равно как-то вкус видоизменяет, и это очень круто. Ну, чувствуется вкус, да, это потому что у нас рецепторы. Сахар же, он всё-таки такой, он продукт, который влияет у нас на рецепторы, он немножко перебивает. В принципе, травяные сборы, их можно пить что с сахаром, что с мёдом. Кто-то говорит, сахар вредно, давайте пить мёд. Ну, не вредно, никто же не будет пить его литрами. Поэтому, если слишком горько, можно всегда подсластить. А пойдёмте вернёмся в нашу студию, и будем уже вообще с комфортом пить сегодняшний чай, приготовленный только что. Вот, скажите, пожалуйста, ну, наверняка, вот, многие люди, многие ваши клиенты, родные, друзья спрашивают, а вот как это с медицинской точки зрения? Ну, потому что вы это ещё плюс, вы на это учились, вы это знаете. Медицина и вот такие травяные чаи, да, скажем так, оно же как-то соприкасается? Ну, конечно, вы можете отправить к врачу, да, проконсультироваться. Как это происходит? Расскажите, пожалуйста. Ну, у меня вообще основное образование, я фармацевт по образованию, поэтому я знаю какие-то определённые, как у нас происходит всё в организме, то есть я знаю, как у нас проходят химические вещества там определённые. И поэтому, то есть если ко мне приходит человек, да, вот он там с болезнью какой-то, или он там говорит, что у него что-то болит, но он не знает что. То есть я всё равно, я не врач. То есть фитоздоровитель, он оздоравливает. Поэтому я обычно говорю, что давайте вы сходите к врачу, врач посмотрит, хотя бы просто он вас посмотрит. То есть люди разные, некоторые не хотят идти. Но мне ж надо знать диагноз. И тогда вы уже придёте и скажете, что у вас. И если там я вот гляну, иногда я прошу анализы, потому что мне надо знать, что у человека вообще происходит. Кому-то может быть вообще запрещено. Да, да. Какая-то может аллергическая реакция пойдёт. То есть да, если у человека, допустим, он пришёл, у него там говорят, что вот у вас очень сейчас всё, травы не очень. Я говорю, давайте вы пойдёте, пролечитесь с лекарствами, просто потому что нужно снять острую фазу. И тогда уже вы вот пролечитесь, вы придёте ко мне, и мы уберём побочные эффекты, если они у вас появились, поддержим уже организм в ремиссии, чтобы не было каких-то вот этих острых моментов. При аллергиях, да, нельзя. То есть если есть какая-то аллергия на травы, конечно, их нельзя. Нельзя, если у нас человек пьёт лекарства, потому что всё равно есть, допустим, трава зверобой. Да, вот учёные научно доказано проводился метаанализ, это очень такая высшая инстанция, что он обладает антидепрессивными свойствами. То есть при лёгких депрессиях его можно пить. А вот когда уже... При тяжёлых ни в коем случае, потому что это всё серьёзно, это серьёзная болезнь, заболевание. Ну, в общем, да, скажем так, ваша профессия – фитооздоровитель, я вот про это. И врачи всегда должны идти плечом к плечу, да, в случае чего? В любом случае, да, чтобы, как говорится, моя цель также популяризировать фитооздоровление именно с точки зрения, что это не бабулечки там подозрительные, как некоторые относятся, а что это действительно серьёзно и в моих же интересах сотрудничать с врачами. Я поняла. Спасибо вам большое за беседу. Это действительно очень такой полезный блок у нас получился. Полезный и, как обычно, вкусный. Мне кажется, у нас в последнее время очень много таких вот штук в эфире. Это круто. Дорогие друзья, я ещё раз хочу представить нашего гостя. Это Ставропольский фитооздоровитель Наталья Вендина. Благодарю вас и желаю вам хорошего дня. Спасибо. Ну что же, дорогие друзья, а какую пользу и, может быть, вред для организма принесёт чёрный чай с лимоном, расскажет специалист. Я вас приветствую. Меня зовут Леникова Оксана. Я нутрициолог, психодиетолог и специалист по рациональному питанию. Сегодня мы с вами разговариваем о пользе или вреде чёрного чая с лимоном. Давайте разбираться. Такой чай вообще могут называть в некоторых странах даже русским чаем, потому что путешественники в 19 веке, а дороги у нас, вы сами знаете, не все были хороши, испытывали симптомы морской болезни, то есть укачивания в процессе передвижения. И на станциях, которые были предрасположены для того, чтобы поменять ваши идеи, путешественникам часто предлагали такой напиток, дабы снять этот симптом. Поэтому если вдруг вы испытываете в путешествии тот же недуг, знайте, что может вас выручить такой нехитрый способ. Дальше мы можем с вами поговорить о том, что в принципе чай чёрный является тонизирующим напитком, а витамин С ещё более усиливает этот эффект. Поэтому в течение дня вы можете взбодриться, особенно в жару вы даже можете пропить чёрный чай с лимоном, но перед сном желательно, конечно, такой напиток уже не пить. Конечно же, витамин С, он очень полезен для нашего организма, поэтому если вы испытываете первые признаки ООПИИ, пожалуйста, вы можете его выпить, он вам поможет. Но мы понимаем также, что у нас люди привыкли пить этот чай, обязательно добавляя сахар. И, конечно, вот такое сочетание уже не совсем полезно, потому что на ямаль кислота воздействует, в этот момент вы ещё добавляете сахар, и риск развития кариеса увеличивается. Если вы испытываете заболевания такие, как гастрит, то, конечно, чай с лимоном вам противопоказан. Но если вы полностью здоровы, то с любым приёмом пищи чай с лимоном вам не навредит. Ну что ж, дорогие друзья, я в завершение отмечу. Одно исследование показало, что люди, употребляющие зелёный чай ежедневно за 12 недель, потеряли примерно 2 килограмма лишнего веса. Многие воспринимают чай как повседневный напиток и даже не задумываются, как он уникален и полезен, если пить его с умом. Друзья, это была полезная программа, такая точно в жизни пригодится. А мне остаётся напомнить, что мы выходим в прямом эфире каждый вторник и четверг в 13.15. Ну, на этом у меня всё. Я же с вами прощаюсь. Как обычно, желаю хорошего и, самое главное, полезного дня. До свидания.